МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее мы сообщали вам о том, что игра Quake Life в скором времени будет перенесена в самую популярную игровую платформу на сегодняшний день – в Steam. Это произошло вчера вечером, 17 сентября 2014 года. Разработчики игры и сотрудники сервиса Steam отныне дали возможность всем поклонникам и фанатам этого замечательного шутера играть в Quake Life без особых проблем и совершенно бесплатно. Игра в Steam размещена под лозунгом Free-to-Play. Этот шаг даст возможность старому и доброму шутеру вновь получить глоток свежего и, как бы это странно ни звучало, перспективного воздуха. Все мы знаем, какие призовые фонды формируют игры Free-to-Play, поэтому вполне вероятно, стоит ожидать от Quake больших призовых. Как сообщают сами авторы шутера, они сделали его максимально доступным и максимально понятным абсолютно для любого игрока. От начинающего до заядлых геймеров, которые зашопили каждый участок карты этой игры. Уже на просторах Steam идут жаркие баталии, поэтому не упустите возможность попробовать на вкус этот замечательный шутер под названием Quake Life. Team Property анонсировали новый состав своей CSGO-команды, в которую попали такие игроки, как Delpan и Zed. В последние дни шведская команда подогревала CSGO-сообщество слухами о создании новой топовой команды, в которую будет вовлечен бывший игрок ниндзи в пижамах Zed. Delpan и Emilio совершили возвращение на сцену с основными силами и надеждами после двух месяцев простоя с момента расформирования CSGO-команды SK Gaming, которая последовала за DreamHack Summer. Последними двумя игроками стали Jumpy и Spitfire. Эти два игрока ранее выступали за коллектив Flipside Tactics, команда, что в данный момент, по всей видимости, прекратила свое существование, учитывая наличие всего двух игроков в своем ростере. Такой вот мини-решаффл произошел на шведской CSGO-сцене. Будет ли эта команда боеспособна, пока не ясно, да и назвать этот коллектив перспективным тоже особо предпосылок нет. Поэтому ждем первых ивентов с участием Team Property. Сначала МакНип, затем вкусный шоколад с логотипом ниндзи в пижамах, после чего командный автобус, ну а теперь менеджер легендарных Нипов попал в список кулинарного меню. Шведские фастфуды продолжают радовать своих посетителей интереснейшими блюдами, и следом за бургером МакНип, который появился на прилавках ресторана в конце 2013 года, скандинавы получают возможность попробовать на вкус МакХитон. Руководитель проекта ниндзи в пижамах удостовался чести быть съеденным благодаря кулинарному таланту Арвида Джей Гулберда, сумев воссоздать бутерброд, достойный шведских посетителей МакДональдса. Продажа его творения будет всего неделю, попробовать МакХитон можно будет в любом МакДаке Швеции с 30 сентября по 6 октября. Активижн может отказаться выплачивать бандж премию в 2,5 миллиона долларов из-за недостаточно высоких оценок онлайн-экшена Destiny. Западные журналисты сообщают, что в контракте между компаниями прописано, что эта сумма будет выплачена лишь в том случае, если рейтинг игры Xbox 360 к концу первого месяца продаж превысит 90%. На данный момент этот показатель составляет лишь 76-79% в зависимости от платформы. Многие эксперты сходятся во мнении, что выставленные Destiny оценки недостаточно объективны. Некоторые издания опубликовали рецензии уже в первые два дня после релиза, однако этого времени явно недостаточно для изучения многопользовательской игры, которая рассчитана на месяцы. Повлияет ли это на решение Активижн выплачивать премию, пока неизвестно. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»